Музейные маршруты России – один из самых масштабных проектов Министерства культуры. На первую в этом году выездную сессию в Рязань приехало около 500 специалистов со всех регионов. Еще 50 тысяч следят за событием в интерактиве на площадке культура.рф. Суть проекта в том, чтобы музейные учреждения научились продвигать себя и формировать спрос, используя социальные сети, СМИ и другие современные технологии. Именно в этом ключе, по словам Павла Малкова, и нужно рассматривать подписанное соглашение между правительством Рязанской области и Российским союзом предприятий туристской индустрии. Сейчас вообще огромный всплеск внутреннего туризма мы видим. И Рязань здесь не исключение. Вот, например, на новогодние праздники у нас были переполнены буквально все гостиницы. Мы должны отвечать вот этим современным вызовам и представлять новые современные программы. Мы, соответственно, планируем это дело, в том числе и наращивая потенциал наших музеев. И возможность взаимодействия с ведущими туристическими операторами, это не только возможность рассказать нам про Рязанскую область, привлечь сюда дополнительно туристов, но и возможность услышать тур операторов и понять, а что нам нужно доделать для того, чтобы туристам было максимально удобно и комфортно в области. Проекту «Музейные маршруты России» всего два года, но уже сегодня, как считает заместитель министра культуры России Алла Манилова, можно с уверенностью говорить о создании в стране единого музейного пространства. В вертикаль взаимодействия федеральных и региональных музеев с прошлого года встроены еще и муниципальные. Осталось главное – научить их правильно себя подавать туристам. Мы учимся, учимся, как продвигать с музеем себя, как формировать на себя спрос далеко от своего региона. Так, чтобы с Сахалина или из Ингушетии, Чечни, из Коми или из Калининграда туристы приезжали в Рязань осмысленно. Осмысленно они приезжали для того, чтобы через музей, как главную туристскую дестинацию культурного туризма, конечно, это не театр, не филармония, в первую очередь музеи являются туристской дестинацией, поэтому через музей, как открыть для себя Рязань, музей как магнит для формирования этого интереса, как магнит для формирования нового, абсолютно для региона потока, которого не было прежде. Он должен магнит, он должен так себя продвигать, чтобы турист сказал, я все отставляю, я должен поехать в Рязань. Во второй день в Рязань приедут представители крупнейших медиаплощадок страны. Обмен опытом должен помочь найти наиболее эффективные инструменты продвижения и выработать общую стратегию дальнейшей деятельности. Продолжение следует...